Тема сегодня не новая. Про Тузловские лиманы много было всякого рода публикаций, особенно в сети, но как-то публикации были все время с одной стороны, скажем так. Больше инициаторами их были как раз руководство Тузловских лиманов национального парка. Вторая сторона, оппоненты молчали до сих пор, но наконец люди решили сказать свою точку зрения, за что им благодарны, потому что не может быть конфликта, в котором только одна сторона все время его озвучивает. Представляю сегодня наших гостей, но прежде всего у Егория Лизниченко, председатель Белгородистровского райсовета, который выступил инициатором этой сегодняшней встречи. Также у нас два председателя, граммарка Лиманская Василия Лизниченко и дивизийская Валентин Скалозов. И у нас еще в гостях архитектор Александр Очинский, который объяснит территориальную суть конфликта. Я так понимаю правильно. Ну и первое слово я хочу Григорию Викторовичу предоставить, поскольку к нему поступали жалобы от местных громад, и он выступил инициатором этой встречи. Поэтому как руководитель района, естественно, обеспокоен судьбой местных зрителей и течением всей этого конфликта, и вам первое слово. В чем суть? А, информационным поводом встал суд на суд, и иск подали не сторона сегодняшняя, а наоборот, как бы руководство Тузловских Лиманов. В чем был суть иска? Кто его выиграл? И вот почему мы сегодня собрались? Пожалуйста. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые журналисты. Я начну пресс-конференцию. Дальше коллеги расскажут каждую свою позицию. Но смотрите, эта проблема не сегодняшняя. Она зародилась около 10 лет назад, когда указом президента Ющенко был создан на бумаге национальный природный парк Тузловский Лиман. Идея была неплохая. Она была направлена на то, что на уникальных территориях нашего государства создавались такие вот парки с целью охраны и научной деятельности. По факту, на сегодняшний момент, таких парков создано в Украине около 50, в разных областях Украины, в Одесской области их около 10, в Белгороде, в Нюстовском районе их два. Это Нижний Нюстовский национальный природный парк и Тузловский Лиман. И там и там большие проблемы, связанные с тем, что, когда они создавались, людям обещали, громадам обещались, руководителям, тогда еще были сельские советы, районы, администрации, обещали, что это будет деятельность, связанная с охраной, научной деятельностью, и будет привлекать туристов, будет развиваться бизнес, никто не пострадает. Территория не вылучалась у землепользователей, и территория должна была не менять целевое назначение. Такой был анонс, ну, где-то были погоджения, где-то не было согласований. Ну, эти парки понасоздавали. Сегодня, вы же понимаете прекрасно, все влияет от человеческого фактора. Где есть руководители нормальные, адекватные, которые находят взаимоотношения с руководством громад, районов, с местными жителями, такие есть, жалко, что редкие случаи, там, единственный в Одесской области, это биосферный заповедник, в котором нет конфликтов, и они работают с первого дня. У них установлены границы, у них есть зонирование, у них есть... Да, и они реально занимаются тем, чем должны заниматься. Наукой, охраной и туризмом. И, между прочим, количество предприятий, которые там задействованы, их там даже не десятки, а там их очень много. Каждый занимается своим направлением. А здесь получилось следующее. В 2015 году, это примерно в 2015 году, выполнять обовязки стало Вихристюк. По закону Украины, можно до двух месяцев исполнять обязанности. Она уже выполняет обязанность в шестой год. По факту, полная узурпация там власти. Никто не занимается охранной деятельностью, никто не занимается научной деятельностью. Просто громадная территория, где-то примерно 28-30 тысяч гектар земли, это уникальная территория, которая находится в руках браконьеров, коррупционеров, провокаторов и так далее. На каждое более-менее адекватное замечание они реагируют какими-то акциями, они собираются там, ну их нельзя назвать даже людьми, они собираются в какие-то стаи, таких же самых отмороженных, ну, называя себя патриотами, общественными деятелями, экологами. У них никого нет, у них экологического образования, как правило. Люди, которые никаким образом не оформлены, как на самом деле. И вот они устраивают акции протестов. А в чем стоит тиска была? Я сейчас подойду, Василий Иванович еще больше по этому вопросу понимает. И прошел этот, он является основной по делу, и район, если это является основной по делу. Вопрос заключается в следующем, что сегодня три громады, это Дивизийская ОТГ, Лиманская ОТГ и Тузловская ОТГ, они стали сегодня заложниками вот этой вот незаконной деятельности одного всего лишь человека. Потому что территория, которая якобы должна быть в управлении национального парка, она сегодня не оформлена. Мы не знаем, никто до сих пор, ни я как руководитель района, ни головы ОТГ, не знает, где она начинается, где она заканчивается, где границы и какое должно быть зонирование. Самое главное, что эта территория реально громад. И они сегодня являются собственниками этой земли. Нижний Низовский национальный природный парк просто эту территорию, согласно указу президента, должен был получить ее, скажем так, даже не в пользование, Тузловский, да, даже не в пользование, а просто на ней осуществлять свою деятельность. Не у них спрашивать разрешение, а они должны были все погодживать с громадами. Потому что сегодня огромная территория, на которой ведется хозяйственная деятельность и не оплачиваются никакие налоги, нет никаких регистраций предприятий. Это просто идет через личную договоренность с Выхристюк. И самое еще печальное, что правоохранительные органы, которые должны это все выявлять и привлекать к ответственности, они еще и крышуют эту незаконную, хозяйственную, коррупционную, браконьерскую деятельность. Когда были выборы в прошлом году, я вам просто приведу вам пример, на какой стадии сейчас находится этот конфликт. Вот приезжаешь на территорию дивизийской громады, лиманской громады, тузловской лиманы и начинаешь общаться с людьми, вот какие вас вопросы беспокоят. Вот это провод, дорога. Они говорят, да, это у нас есть проблемы, все, но нам, пожалуйста, мы за вас будем голосовать, решите проблему с национальным парком. Я вам скажу так, люди сегодня категорически возмущены и против вот этой его деятельности. Уже до такой степени дискриминировано это национальный парк, что они против даже его. Мы, как руководители, головы ОТГ, глава района, мы не против национальных парков. Это, вот когда считаешь их обязанности и их права, это, ничего плохого там нет. но когда ты не можешь подойти к лиману, когда люди, занимающиеся промыслом, допустим, там, рыбной отрасли, спасли скот, косили там траву, просто выходили подышать воздухом, местные жители или те люди, которые приезжали отдыхать летом как туристы, которые оплачивают все услуги, они готовы это все делать, они не могут подойти к этим всем водоемам и делать то, что они делали все это раньше. И, когда я стал головой районного совета, я, уже познакомившись с головой ОТГ, Лиманской ОТГ, Дивизийской ОТГ, Тузовской ОТГ, мы эти вопросы обсудили. Мы сделали обращение губернатора в Одесской области, это было весной этого года. Была создана координационная группа при заместителе губернатора Олега Михайловича Муратови, где были приглашены, между прочим, в отличие от них, была приглашена и Выхристюк, исполняющий обязанности, и Русев, и головы ОТГ, и наша районная совета, районная администрация, и все другие, ну, он даже не заместитель, он просто там на общественных началах себя как хочет, так и называет. В понедельник он себя называет так, во вторник так, и так далее. Обслужали эту проблему. И на этих, не конференциях, а на этих слушаниях, да, мы услышали очень интересный факт. И не просто от кого-то, от прокуратуры Одесской области. О том, что на сегодняшний момент, в 2021 год, никто не видел оригиналов документов о создании этого скандального парка. Их просто нет в природе. Есть из 44 заявленных листиков в несуществующем проекте, есть какие-то 20 листиков, только копий, где ни одного слова не идет, за какую территорию идет речь. Просто идет описание, что парки это хорошо, это будет развиваться туризм и все остальное. Но ни одного слова нет, связанное, что где, какая граница, согласование и все остальное. И вот, сегодня, пока мы собираемся, пока мы эти вопросы поднимаем, пока мы пишем письма министру экологии, между прочим, сейчас анонсировали отставку министра экологии, между прочим, за коррупцию в сфере экологии по всей Украине. А мы об этом кричим уже несколько лет, о том, что там берутся взятки, там ведется незаконная хозяйственная деятельность, там уничтожается бизнес, громады не получают деньги. И сегодня, когда ты поднимаешь вопрос, Ирина Выхристюк, почему она 6 лет исполнит обязанность? Потому что заехать на территорию косы, либо в Лебедевский лес, либо пойти заниматься рыбной ловлей, ты должен заплатить ей наличные деньги в виде взятки. Они собирают огромные деньги, этими деньгами они делятся с правоохранителями коррупционными и вывозят в Киев, в министерство непосредственно. И все конкурсы, которые должны были проходить, были назначены, они по каким-то чудесным способам отменяются постоянно, либо не происходит. Потому что у Ирины Выхристюк и у того же самого эколога кавычка Харусева, у них нет сегодня тех необходимых характеристик для того, чтобы участвовать в конкурсе. Ни образование не позволяет, ни знание языка. Не образование позволяет, там есть еще моменты нахождения на должности в комплексе, у них ни у одного нету тех характеристик, которые не могли участвовать. Поэтому конкурсы заваливаются и они дальше продолжают присутствовать свои обязанности. А теневые деньги, которые они собирают, им позволяют сегодня подкупать коррупционеров и находиться на этой должности. Всем известно на месте Лебедевский лес в этом году был поделен на 4 сектора по какому-то непонятному договору о совместной деятельности с Национальным природным парком. То, что я говорил вначале, нет границ, нет проекта создания, нет территории оформенной, но есть договор с Ириной Выхристюк. Читаешь договор, это все написано так, что у них совместная деятельность, уборка мусора, там больше ничего. Но мы все знаем, сколько люди платят денег за сутки нахождения там. Люди, чтобы вы понимали, там не получают никаких услуг. Они приезжают со своими палатками, приезжают на берег моря, ставят их. За то, что ты туда заезжаешь, на шлобаме ты платишь 100, 200, 300 гривен за въезд. Чтобы вы понимали, заехать в лес надо заплатить в Ирестюк такие вот деньги. Все. И на это идут вот такие горе-предприниматели, которые не платят налоги, ничего, просто берут деньги и делятся с ними. Тысячи людей находились в день, не прошли за сезон, а в день находились там. Вы можете себе представить, мы говорим о экологии, о национальном природном парке, о том, что там надо ее охранять, заниматься научной деятельностью. У меня вопрос, куда сливались отходы от нахождения там людей, жизнедеятельность и бытовой мусор. Это все засорялось в лесу, выкапывались ямы, закапывались и все остальное. Мешает дерево для палатки, срубили, на дрова пошло, никто это не контролирует. Территория лесхоза. До такой степени запугали этих лесников, а лесники, чтобы вы понимали, это местные жители, которые там живут на этих территориях. И когда прилетает от этого свора непонятных людей, которые с телекамерами, с какими-то в масках людьми, с автоматами, чтобы вы понимали, с дубинками, а там один лесник, а их прибежало 15 человек. Они его окружили, затюкали, забили и составляют еще протоколы, что лесники обходят лес, на него составляют протокол. Лесники делают пожарные прокосы, они считают каждую травинку и выставляют сотни миллионов гривен штрафы лес в хозу, это их земля, они являются сегодня собственниками этой территории. Национальный природный парк должен тихонько сидеть там и слушать то, что говорят лесники. А на самом деле вот такая ситуация. А местный житель, смотрите, он смотрит, власть не реагирует, власть слабая сегодня, они боятся митингов в Ихристюк, которые в рабочее время может приехать к областной администрации и плакат стянуть, что губернатор хочет уничтожить Национальный природный парк, Мельниченко хочет уничтожить Национальный природный парк. Где вы видели от меня высказывание о том, что я его хочу уничтожить или я хочу его закрыть. Я всегда говорил о том, что надо навести порядок с документами на этой территории, согласовать эти все границы с громадами, определить зонирование и хозяйственной деятельностью должны заниматься бизнесмены, которые зарегистрированы и платят налоги на этой территории. А Национальный природный парк должен заниматься научной деятельностью и контролировать, смотреть, чтобы хозяйственная деятельность не нарушала экосистему и все остальное. А громады должны своей землей наполнять бюджет, потому что у них есть сегодня детские садики, дороги, школы. Надо как-то содержать эту всю структуру. А если вся земля ушла непонятным образом просто по... Ну знаете, там же границ нету. Она просто приходит и говорит, моя территория. Моя территория. Где ее территория? Непонятно. Господин архитектор, точните этот вопрос, что там происходит. Пожалуйста. С точки зрения меж? Да. Я представлюсь и доброго дня всем. Меня зовут Точинский Александр. Я проведенным архитектором ПП Вертикаль, которая протягом 2012-го 2012-го занималась вступлением генерального плану до плану села Приморська. Насправді проблема існує. Проблема в том, що архітектура та місто будування досить точні науки. Ми працюємо з точными картографічними матеріалами, закординованими межами та іншими вихідними даними, котрі є обґрунтованими. На період, на початок розроблення містобудівної документації, перед тим, як розробляти її, були зроблені ряд запитів до різних структурних підрозділів, в частності, до областної державної адміністрації, щодо визначення державних вимог і інтересів. У зв'язку з тим, що передбачалося збільшення території населеного пункту з метою впорядкування території, а також створення соціально-економічного перспективи для соціально-економічного розвитку населеного пункту. Вкратце, можу сказати, або на тарці показати, якщо буде видно. Село Приморське має нестандартну планувальну структуру. Саме село Приморське, котре історично сформувалося, та рекреаційна зона Росіяка, котре знаходиться на березі озера Малий Сасик та озера Джаншейське, де починаючи з кінця 70-х років минулої сторіття, по теперішній часі, сформувалася так звана рекреаційна зона Росіяка. У 2004 році вона війшла в межі села Приморське і в період економічного зростання протягом 2006-2009 років розвивалася. Є одна невеличка проблема в даному населеному пункті. Це те, що сама рекреаційна зона Росіяка входить в межі села, а непосередственно пляж знаходиться територіально за межами населеного пункту. Кожного року піднімалося одне і те ж саме питання, хто буде організовувати територію пляжу. Тобто, приходить сезон, є база відпочинку, власники баз відпочинку платять орендну плату в сільську раду, ну і взам'ян вони хочуть мати якісні послуги. В даному випадку це пляж, на якому повинні бути рятувальні пости, пляжні павільйони, медичний пункт. Кожного року перед початком відкриття сезону необхідно здійснювати водолазне обстеження дна з метою безпеки. Тим паче, що на рекреаційній зоні Росія, яка знаходиться три досить крупних дитячих оздоровчих закладах. І все це кожного року незрозуміло, хто повинен був фінансувати. Сільська рада отримувала налог на землю і орендну плату від баз відпочинку, але вона не могла юридично здійснювати оплату послуг рятувальників, водолазів, медиків, надавати будь-які дозволи на розміщення на території пляжних осіб, будь-що. В зв'язку з тим, що це не їхня територія і неодноразово в Приморській сільській раді були проблеми з рахунковою палатою, що вони не цільове використання коштів. Натомість райдержадміністрація, котрій підпорядковувалася дана територія, не мала власних коштів на обслуговування це. І кожного року між ними заключався договір, юридичний надельний зафіксований, і якось це все так происходило. Коли почався розроблення генерального плану, райдержадміністрація надала дозвіл на включення даної території в межі села Приморське з метою раціонального використання бюджетних коштів по уборкою за пляжу та закріпленням частини території пляжу за дитячими оздоровчими закладами, оскільки кожен дитячий оздоровчий заклад повинен мати свою територію пляжу. В принципі, ця робота була здійснена. Тобто, генеральний план розроблений. В процесі розроблення була збільшена площа з 500 до 1100 гектар. Причому наші опоненти дуже пильно, дуже яро розказують, що вся територія за що трохи чого вона розширилась. Це в основному все землі природно-заповідного фонду, що в них все украли, все забрали. Опять же, хочу розвінчати цей міф в зв'язку з тим, що на самому ділі було включено тільки водна гладь озера Сасик та частина озера Малий Сасик. Були включені сельхоз землі, які соєдіняють непосередньо село Приморське та рекреаційну зону Росєйка. Конфлік ситуації в чому? В тому, що Національний природний парк вважає, що територія Піщаної Каси, котра напротів рекреаційної зони Росєйка, є їхня або входить в територію Національного природного парку. Ми вважаємо, що дана територія входить в межі села Приморське, відповідно до генерального плану, а ми в свою чергу, коли проєктували, включили її на підставі проєкту формування території та висновків райдержадміністрації, що дана територія не включається в межі. Тобто є висновки голови райдержадміністрації на той момент, що створення Національного природного парку погоджується при умові вилучення з проєкту з 28-го, якщо я не помиляюсь, по 31-й кілометр, в общем, 15-й гектарів території Піщаного пляжу з метою облаштування громадського пляжу. Ці всі висновки, все було враховано. Крім того, на самої картографічній схемі, котрий апелює керівництво Національного природного парку, там чітко визначена лінія і написано, що дані території не погоджуються Приморською сільською радою. Причина, чому не погоджується, тому що ще в 2004 році Приморською сільською радою було почато розроблення ще одного генерального плану, однак в зв'язку зі зміною законодавства його не стали затверджувати. Однак на момент створення Національного природного парку територія Піщаної коси вже входила в зону розробку того генерального плану і Приморська сільська рада опалювала цим, точно так же, як і Лиманська сільська рада. Лиманську сільську раду виключили територію пляжу і Приморську сільську раду виключили. Але Національний природний парк це не погоджує. Другий міф, те, що було на днях озвучено на одному із телеканалів, адвокат Національного природного парку розказував, що на Піщаній косі, в общем, дерибан, присадиби роздасться, украдеться. Хочу, опять же, розвідати цей міф, тому що на території Піщаної коси у нас запроєктовано громадський пляж, не більше, не менше. Це все визначено чітко в генеральному плані. Крім того, даже на той момент, коли затверджується генеральний план, там не було встановлено прибрежно-захисної смуги озера Малий Сасик була встановлена прибрежно-захисна смуга Чорного моря, котра дозволяє будівництво рекреаційних об'єктів. Однак, на даний території ми, як архітектора, запроєктували тільки територію пляжу. Більше ніяких споруд там бути не може. Крім того, був запроєктовано два пірси. Один пірс ми називаємо пасажирський для прийомки туристів. Тобто, ми передбачаємо розвиток, тим паче, що в 2010-2015 роки був дуже актуальне питання морського транспорту. І, відповідно до державних вимог, котрі були отримані з Собол Держадміністрації, необхідно було запроєктувати пірс, котрий був згоден, міг би приймати судно типу ракету. І один пірс ми запроєктували, ми називаємо його промишлень. Це пірс для прийому рибаків, котрий традиційно там здійснюють свою діяльність покон віков. Там, на території рекреаційної зони, коли вона ще не була рекреаційною, там діяв один із найбільших рибхазярств, «Світлий путь» називався. На даний момент він вже не функціонує, однак територія і функціональне призначення за ним закріплені. Все, більше там нічого не запроєктовано. Тобто, про які присадиби, про який дірібан, крім того, помімо нашого генерального плану, там вже самими екологами накладене планувальне обмеження в віді прибрежно-захисної смуги. Тому не зрозуміла тенденція... Саме цього стосувалися цієї обстаги чи іншої? Так. Ну і з Толином. Я тут вашу чергу я хотів би представитися. Я представник громадської об'єднаної територіальної громади, яка утворилася в 2017 році. І хотів би дуже коротко розказати, що саме нам повезло, що на нашій території розташовані дві рекреаційні зони. Тобто, це два курорти. Курорт Росєйка і курорт Катранк. Наприкінці минулого року доєдналося до нас село Приморське і автоматично доєднався курорт Росєйка. І як нам сьогодні пощастило, що на території чи Мігоджусь, є два курорти. Справа в тому, що дуже багато фейків сьогодні, які розповідають природний національний парк. Я хотів би заострити внимание саме на тому, що позив до суду про скасування рішення районної ради, воно не є обґрунтованим. Тобто, Приморська сільська рада, коли звернулася до районної ради, стосовно розширення меж. Тобто, є всі документи сьогодні, і піщана коса, про яку сьогодні говорять, це дійсно, як говорив розробник генерального плана Олександр Михайлович, це про те, що це громадський пляж. Жодної забудови там не передбачено. Тобто, неможливо. Сьогодні, спілкуючись з підприємцями, спілкуюсь з директорами баз відпочинку, вони мені задають одне і те саме питання. Шановні, скажіть, будь ласка, до нас будуть приїздити туристи на відпочинок, а де вони, скажіть, будь ласка, будуть відпочивати? Сподіваюсь, не сподіваюсь, є, скажімо, один із директорів баз відпочинку, ініціює сьогодні також зустріч з журналістами, для того, щоб висвітлити це все і звернення до губернатора, звернення до Міністерства екології. Стосовно меж скасування... Тобто, до вас звертаються і ви відповідаєте, що забудова не буде? Так. Тобто, неможливо, це не передбачено в генеральному плані, будь-яка забудова, а саме на піщаної косі. Тобто, вони апелюють тим, що йде дерибан піщаної коси, що буде будівництво дач чи міні-отелі. Це неможливо, воно не передбачено. І саме на цій підставі, що воно не передбачено генпланом, ви виграли суд? Так, ми дякуємо суду, що дійсно, скажімо так, прийняв рішення саме на користь нашої громади. Ми всі розуміємо, що якщо, я відверто говорю, і говорив, що нам курорти не потрібні без пляжу. Куди сьогодні, будь-яка людина, яка приїжджає відпочивати на курорт, де вона буде відпочивати? Лиманська громада в цьому році розпочала благоустрій саме території. Тобто, все, що робиться, це для наших відпочиваючих. Ми розвиваємо, як місцева влада, курорти наші. І це пріоритет нашої громади, для того, щоб кожного року збільшувався потік туристів саме в нашу громаду. І громада буде мати цей туристичний збір, буде доходити до вас? Так, дійсно. Надходження до бюджету здійснюватись буде за рахунок туристичного збору. Тобто, коли людина приїжджає відпочивати на будь-яку базу, рішенням сесії Лиманської сільської ради прийнято за кожну людину 7 гривень. Тобто, це і не багато. І база відпочинку сплачує туристичний збір до місцевого бюджету. З цих коштів ми плануємо ще більше розвивати наші курорти. Тобто, забезпечити те, про що говорив Олександр Михайлович? Так. Безпеку відпочинку на морі і на озері. Головне сьогодні і моє завдання, ті, які поставили саме жителі нашої громади, це кінці-кінці встановлення меж цього НПП Тузивський Лиман. Якщо у них є там 27 тисяч гектар землі, а дійсно у них є і ГОСАКТ на ці 2022 гектари, то будь ласка, йдіть на свою територію і здійснюйте там. Теж хочу сказати, що на території, саме на нашій території, здійснюється підприємницька діяльність НПП Тузивської Лимани. Де також приїжджають люди відпочивати і в мене багато запитань до них є, що куди дівається сміття після відпочиваючих, з ким укладений договір, з якою комунальну службу на вивезення нечистот, куди сплачується туристичний збір. І дуже багато запитань. Тому сьогодні всі я хотів би запросити будь-якого журналіста всієї нашої області, якщо відвідати нашу громаду, почути думку жителів нашої громади, які проживають на цій території 50-70 років, вони говорять, слухайте, це вже неможливо. Ми раніше жили, сьогодні ми мучуємося просто. Ми не можемо не рибу зловити. Хотів би теж сказати, що сьогодні чи виділяє держава кошти саме на охорону саме пана Русєва з автоматами. Будь-яка людина сьогодні не може підійти. Це є дійсно великою проблемою сьогодні Лиманської громади. Кажуть, там шлагбауми якісь встановлюються? Так, де вони здійснюють підприємницьку діяльність на цій території стоїть забудова. У мене також запитання, чи є дозволи на цю будівлю. Впевнений, жодного дозволу немає. Стоїть шлагбауми. Про те, що люди і говорять, навіть у мене на особистій моїй сторінці, де ми викладаємо. Коли створювався національний парк, думку людей, ну, приїжджала пані Вихрестюк, створювався національний парк і обіцяли все дуже хорошо і дуже сладко. Що все буде добре, ми вам зробимо зону промисла, що люди будуть спокійнути собі рибали. Сьогодні жоден житель нашої громади, не один, не може посипати ні однієї сі. Ні однієї. Він не може сьогодні вийти рибали. Тому що пані Вихрестюк з пані Русівим запрещають це робити. Вони звертаються, як особисто я, як голова громади, звернувся і до губернатора, до Міністерства екології. Всі пісми звернулися. Сподіваємося, що цього разу результат буде. Тому що не може це без кінця робити самоуправство. І проблема не тільки є, я думаю, що колега сусідньої громади також може розказати, які проблеми у них. Тому у нас проблема одна. В першу чергу це визначить межі НПП Тузлівські лимани. Ми не проти і жителі не проти Тузлівських лиманів. Але хай вони на своїй території займаються тим, чим перебачено Теж треба чітко визначити. Будь ласка, як дивізійська громада на це дивиться? Доброго дня, шановні присутні. Дивізійської територіальної громади, дивізійська територіальна громада, мабуть, найбільше межує з національним парком територіально. Дійсно, останні 5-7 років ситуація дуже напружена в суспільстві. І я вам скажу, що дуже багато було звернень, люди готові йти на радикальній мірі. Але ми так стримуємо і кажемо, ну, почекайте, ситуація вирівнюється, то конкурс одний, то конкурс другий, як у ситуацію вирівнюється. Але в нас є село дивізії, яке немале село, його ділить велика така гнезина, балка, там падає річка, росте очерет. Там відколи то село існує, люди випасали худобу, там є щутнище, як подивиться по карті, є стадіон місцевий колишньої сільської ради дивізійської. Яким чином це теж зайшло в національний парк. Люди випасали там худобу, поставилися там кошари. Сьогодні скандал, де судебні тяжби, не там поставили, це наше, це не наше, сюди стань, сюди, зайди, тут нізя. У мене, як голови ОТГ, також запитання, коли будуть межі? Меж немає, приїжджають люди в камуфляжах, ловлять пастухів, складають протоколи, здаєш запитання, де межа, де можна зайти, де не можна. Людина сьогодні виходить, на сітакі села, наприклад, Релянка, виходить людина на присадибну ділянку і автоматично подає національний парк. Це якийсь абсурд, розумієте? Коли я був депутатом районної ради, ми третій при Ірині Вихрістюк були подані проекти зонування. Три рази він був скандальний, як ньогороди зайшли в зону національного парку, так стадіон, так людські кошари, де випасали худобу. І сьогодні ситуація напруга не зменшилась, а найбільше поширюється між земельними пайщиками з національним парком з території. Наприклад, є державні акти, які видавалися до створення національного парку. Потім взяли 100 метрів сільхозгосподарських земель, просто віддали національний парк. Це землі сільхозпризначені, це дуже дорогі землі. Я не знаю, в світі, де є приклад, наприклад, по нашої ОТГ, більше 700 гектарів землі плюс-мінус, перейшло національний парк. Це землі колективної колишньої власності, це землі, які колишні колгоспи обробляли. І сьогодні є землі, які не були. Зараз там просто ростуть бур'яни, два метри росту, і ці всі поживні остатки, семена, все летить, оп'ят же, в паї. Цей бур'ян, не дай Боже, скосите, отримаєте кримінальну справу, бо ви там вбили якусь букашку, мурашку, якесь там краснокнижний звірок пробіжав. Чесно кажучи, для мене це незрозуміло. Буквально дві неділі назад їде Ірина Вихрістюк своїми науковцями, так сказати, на своє авто, і до мене дзвонить власник земельної ділянки, каже, поясніть, що це було і навіщо це робиться. Зупиняється машина, виходить Ірина Вихрістюк, ще з неї два представника з планшетами, зупиняють трактор, стоять, такий-сякий, що ли тут робить. Він обробляє свою земельну ділянку. На щастя, в чої людини був телефон, де зайшов публічну карту, каже, Ірина Вихрістюк, не кричіть, що ви кричете, що ви мене обзиваєте бандитом, якимось, незаконні дії роблю. Ось що публічна карта, ось що моя земельна ділянка, ось що кадастровий номер. Я обробляю свою земельну ділянку. Ви розумієте, виконуючи обов'язки національного парку сама не знає, де її межі. От вона їде, а сьогодні тут межа, а завтра там. І сьогодні вже претендує на земельні пої, які були видані законно, людям, які вже не один яком робляють. Навіщо створюєте таку напругу в нашому суспільстві? І сьогодні люди неоднократно до мене зверталися. Давайте будемо проведемо сходки села, запросимо сюди якісь вистощайся органів, або будемо збирати підписи. Давайте покладемо на цьому край. Пастухи випасають худобу, зупиняється, виганяє худобу, вони не мають тут права, тут якісь мають пролетати птички, тут якісь ходять краснокнижні звірки, ви їх виганяєте. Там люди, ви розумієте, села на той час поселялися люди, першу чергу, це було ремесло, що рибалка, випас худоби, збирання грибів, синокос і так далі. Люди так, це не ми, ці села, так сказати, заснували, навіщо нам їх і руйнувати. Я цього не розумію. І люди також сьогодні дуже багато запитань задають, до мене звертаються, і, я не знаю, ми плануємо на кінець слідуючого місця проводити сходку сел, і це питання буде включено також в порядок денний сходку села, проведе по всім селам, для того, що будемо з цим робити, і хто зможе поставити цьому краю. Будемо звертатися також до губернатора, будемо звертатися до губернатора. Запрошуєте журналістів? Так, запрошуємо журналістів. Я пам'ятаю, Киріна Вихрисюк тільки заступила на цю должність, вона ще їздила всім селам, робила, обіцяла. Дамо вам добро рибалити, дамо вам робочі міста, так буде все чудово, так буде все гарно. Ми ж не проти. Дошло до ділу того, що весною на великі свята, на Великдень, на майські свята приїжджають люди, діти з міста до батьків, виїжджають на обриву, там пітники устрають, відпочивають, їдуть, зупиняють, передоставляють документи, що ви тут знаходитесь. Там люди спокійно віков там виросли, тоді ходили купатися, рибалили. Ну, от такий постійно скандал, така напруга. Люди не проти національного парку. Ми, наприклад, взагалі хочемо, щоб він розвивав, щоб тут був туризм, мені не зрозуміло. Водної гладі в останні три роки на процентів 40 зменшилось. Де ця фауна? Хто там, ви ж підіймите, там дуже багато ракових, раки, раковидніх, так сказати, проживають в цих водах, їх так вже немає. Вода, концентрат солі дуже великий, подачі з моря води немає. Те, що несе, для природи, я так розумію, несе дуже великі, так, негативні наслідки. Цим ніхто не займається. Так, цим ніхто не займається. Сьогодні виїхав в ліс відпочити, можеш мути приїхати люди у формі і почати тебе обзивати, вигнати з території і все. Говориш, де поставити національного парку, де межі, люди готові вже не порушувати. Тільки, де вони? Ми будемо, не доїжджає ваш національний парк, будемо відпочивати. Я думаю, що це зацікавлено в тому числі і національний парк, щоб отака ситуація була, розумієте, коли захтів зробити проблему, люди ніхто не зроблять, бо немає меж. Сьогодні люди дуже багато звертаються, повторююся, що треба приймати рішення якесь, щоб поставити хоча б межі, для того, щоб сьогодні людина, яка вийде відпочивати, чи випасати худобу, вона знає, що це є границя, там нельзя. Все. Говорі Вікторич, що треба робити? Ви послушали голову ТГ, я цю інформацію владею давно, я займався проблемою Неженського національного парку. Ну, от, смотрите, ми говоримо о том, що треба поставити меж. Воно вирішило бістразу всі ці проблеми. В чому проблема їх не поставити? Я вам просто відповію, щоб все розуміли. Як тільки будуть установлені границі і буде сделано зонування. У національного парку будуть чітко определі їхні права і об'язанності. Тому що там не все заповедник, щоб ви розуміли. Із 27 тисяч гектарів землі там всього лиш 2 тисячі – це заповедник, в котором там особий режим. Туди, дійсно, без специального розрешення нельзя заходити. А все остальное – це буде хозяйственна зона і максимум – зона регулируємо і рекреація. Т.е. там можна і струїть отели, там можна займатися рекреацією, там можна займатися рибалка і т.д. І це буде все робиться вже, згодом действуючого загадувства, в пользу громады, а не в пользу якого-то исполняючого об'язанності директора несуществуючого парка. вони ціх встановці границ бояться, знаєте, як вемпір боїться наступлений утро, дня, розв'язанності Участников будет даже не десятки, потому что там есть территория, которая принадлежит, допустим, громаде, а есть уже частное лицо, у которого есть ВОСА, у него есть собственность. Если эта территория проходит мимо него, он тоже должен поставить свою подпись, чтобы вы понимали. А там таких людей тысячи, поверьте, сегодня вот Валентину Анатольевичу и Василию Ивановичу, им будет очень сложно, а я вам скажу, даже невозможно. Попросить, убедить людей, чтобы они согласовали. Никто этого делать уже сегодня не будет. Это нужно предложить клинический труд, и для того, чтобы это все-таки пошло, нужно срочно поменять вот эту исполняющую обязанности Выхристюк, разогнать это вот все коррупционное кодло, которое там засело и там сидит, просто набивает карманы, туда немедленно по конкурсу, открытому конкурсу, чтобы там могли участвовать реально специалисты. Назначить туда директора, чтобы он реально провел работу, хотя бы нашел компромисс и контакт с головами ОТГ для начала. Эти границы были бы указаны на карте, и потом можно выходить к людям и говорить, что у вас завтра, вы можете ловить рыбу, вы можете гулять, вы можете выпасать свой скот, вы можете пользоваться пляжами и все остальное. Если эту работу провести, я думаю, лет через пять, возможно, люди начнут согласовывать. Иначе, чтобы вы понимали, выход один, это объединяться нам всем, брать юристов, группу юристов, смотреть все коллизии создания этого парка, начиная от того, что он был создан 1 января, выходной день, начинаем отсюда, можно ли было в этот день его создавать и все остальное. И почему я когда слышу эти моменты, по огороду проходят границы, по дороге и все остальное? Потому что, когда ты глубоко вникаешь в этот процесс, когда ты видишь, что не было проекта создания парка, площадь взяли просто с потолка. Вот нарисовали 27 тысяч гектарей земли в указе президента, потому что указ президента состоит из одного листика. Больше никаких документов не существует. А теперь для того, чтобы выйти на эту площадь, надо же где-то ее найти. Понимаете? И поэтому они заходят в огороды, забирают дороги, стадионы, уходят в море, озера забирают, колкосы. То есть у нас два выхода. Або, как вы сказали, дирекция нацпарку нова, стара, неважливо, занимается нарешті зонуванием, або взагалі можно аннулировать этот наказ про створение нацпарку? Здесь вариантов немного. Смотрите. Первое. Всех беспокоит КПД деятельности национального парка. Вот прошло 11 лет. Уважаемый, ну почему-то любое предприятие частное может зайти к РУ, может зайти налоговая инспекция, насчитать кучу нарушений и убьют бизнес за 2 секунды. Почему здесь государственная структура, национальный переводный парк, на который каждый год выделяется десятки миллионов гривен на их содержание? Давайте сначала проведем аудит. Какое КПД, какие плюсы получило наше общество от деятельности этого парка? Сколько создано рабочих мест? Сколько создано на этой территории предприятий, которые ведут хозяйственную деятельность? Какие подступают налоги? Уважаемый, сколько туристов прошло через национальный переводный парк официально? Хотя бы одного человека, покажите его, что он прошел. Одного, там проходят миллионы. Это все коррупционные схемы, откаты, воровство. Сегодня, всякими правдами и неправдами, запустили в этом году люди вручную раскапывали лопатами косу, чтобы запустить воду Кузовской лиманы. Они за последние два года высохли больше, чем на 60%. Глубина до полуметра. Рыбы нет. Лопатами люди раскопали, потому что техника боится туда зайти, потому что сразу ее конфискуют, арестуют. Непонятно по какому решению, но у людей, у собственника техники будет проблема. Лопатами по 20-30 человек раскопали, запустили воду, оживили немножко этот водоем. Зашла туда понятная рыба, кефаль, все остальное. На этой территории есть предприятия, которые по закону могут вести хозяйственную деятельность. У них там есть рыбоприемные пункты, причал, местонахождение и все остальное. Непонятно на каком основании квоты на вылов рыбы получает Национальный природный парк Тузловский лиман. Опять же, мы уже сто раз об этом говорим, нет границ, нет зонирования, нет проекта организации, нет ничего. Они не имеют права сегодня вообще выходить на улицу. Они должны сидеть в своей будке и рисовать документы и идти их согласовывать. А потом должны только выйти и начинать что-то делать. Они сегодня не имеют ничего, законных оснований не имеют. Ну и министр подписывает квоту на 10 тонн. И сегодня дальше, вот я не знаю, пусть слушают все сегодня начальники милиции, полиции, прокуратуры, СБУ и все остальное. Получила Ирина В. Христюк 10 тонн на вылов кефаль. Квоту. Ну, Национальный природный парк. Какие предприятия получили сегодня право там ловить эту рыбу? Исключительно все близкие ее люди. Когда объявлялся конкурс на эти ничтожные 10 тонн, чтобы вы понимали, 10 тонн вылавливают за одну ночь. А эти 10 тонн будут вылавливать каждую ночь и будут говорить, мы выловили 10 тонн. А их будет уже 400, 500, миллион тонн будет выловлено рыбы. По документу пройдут как 10 тонн. Смотрим основания получить право ловить рыбу. Рыбоприемный пункт, причал, зарегистрированные предприятия, люди, средства вылова рыбы должны быть все пронумерованы и так далее. Каждая лодка должна иметь GPS, для того, чтобы можно было проверять рыбинспекции, где она находится, в какой зоне. Потому что, опять же, они же говорят, что это заповедник, правильно? А если получают квоты, то эти квоты можно реализовывать только либо в хозяйственной зоне, либо в зоне регулированной рекреации. А мы же говорим о том, что нет зон, поэтому эта вся территория сегодня как бы заповедник. И где эти люди ловят? Рыбаки ловят рыбу. Дальше. Я вам достоверно говорю, его ЛВТГ подтвердят. И это можно сделать запрос куда угодно, вам скажут. Нету на территории, не то что у этих, кто получили коррупционное право ловить рыбу, нет там ни у кого рыбоприемного пункта. Причал есть только у одного предприятия, которое не получило право ловить рыбу. Которые рыбаки вручную скапывали косу, они сделали воду и зарябление, но они не получили право ловить рыбу. А те, которые сидели, наблюдали с горы, как это будет происходить, сегодня имеют право каждую ночь выходить и ловить рыбу. Дальше. Ночью ловить рыбу нельзя, можно только днем. Где контроль за каждым выловленным килограммом? Рыбоприемный пункт может только реализовывать рыбу. Никакой рыбак с лодки, подходящий к берегу и сразу загружающий машину, это сразу преступление. Понимаете? А рыбоприемный пункт, рыбу принимает, на ней делается проверка, размеры, вес, это все фиксируется. Дальше рыбоприемный пункт имеет право, отпуская рыбу, выписывать элементарную транспортную накладную. И вот эта квота 10 тонн закончилась бы за первые полдня. Я вас уверяю, эта квота не закончится до конца сезона. Она по всем документам будет фиксироваться. Сегодня поймали 6,5 килограмм. Завтра поймали 1,5 килограмм. А потом смотришь, что уже 10 тонн заканчивается. Они оставят несколько килограмм в конце и будут просто не фиксировать в журнале. Погода, дождь, снег пошел. И все. Это не сегодняшняя схема, чтобы вы понимали. Эта схема уже действует там 10 лет последней. Математика очень простая, чтобы понимали, о чем мы говорим. Это не о тысяче долларов мы говорим. Сегодня по данным специалистам там находится где-то около 600-700 тонн кефаль. Ее будут все, всю будут ее вылавливать. Сегодня цена оптовая на месте у неофициальных рыбаков 60 гривен килограмм. Это минимум 2 доллара. Умножьте сумму 1,5 миллиона долларов. Сегодня идет война. Уриный Вихрестюк с ароматами, с людьми, которые там поживают. Там тысячи людей поживают. Там десятки тысяч людей поживают. Вот за эти 1,5 миллиона долларов. Эти деньги обещаны сегодня тем, кто закрывает глаза. Тем, кто дали квоту на эти 10 тонн. Вроде же такая небольшая цифра. 10 тонн всего лишь НПП получил квоту. А по факту это будет совсем другой цифр. Мне бы хотелось, вот в этот конфликт вступая, чтобы все-таки громады, как субъекты, которые заинтересованы в выполнении своих бюджетов, чтобы они получали квоты и получали право ловить рыбу только те предприятия, которые соответствуют всем необходимым требованиям. И платили, соответственно, налоги, создавали рабочие места, платили зарплаты местным жителям. Потому что сегодня ты вот понимаешь, да, где белое, где черное. Ты вот стоишь сегодня с головой ОТГ Дивизийской или Лиманской. И вы скажете свое мнение, а ты рыбак, ты завтра не получишь права подойти к этому водоем. И людей сегодня делят вот по этому принципу. Если ты стоишь возле выхрестю, и на белое говоришь черное, и говоришь, что громады там застраивают косу, ну пойдите посмотрите до национального парка, с национального парка, там ничего не построено никогда. И там построено сегодня быть не может просто так. Потому что там нужно кучу всяких провести, различных изысканий, проверок, анализов и всего остального. И эта территория всегда была в подчинении государства, областной администрации. Любое разрешение для того, что там получить, это нужно было пройти, начиная от решений, согласований, инспекций, подписей сотни. Там элементарно просто выехать экскаватором и подровнять пляж, потому что вы же понимаете, что за зиму так намывает песка, что там по сути пляжа нету. Там вот такие вот холмы. И люди вот, ну приехали на отдых, они вынуждены, знаете, вот высказывать какие-то слова. Мы здесь первый и последний раз. Их встречают на шлагмауме, неадекватные люди, в состоянии, понятное дело, в алкогольном опьянении или наркотическом опьянении. И рассказывают, вот 50 гривен заплати за проезд. И потом эта же шайка ходит по другим объектам, где вот есть базы, законные, и вот они требуют свободный доступ к водоему. Где у человека есть гидравитетическое сооружение, есть заборы, есть все подписанное, все остальное. Они там качают свои права. Просто пошуметь, о себе заявить. Вот там они начинают. А здесь, ребята, подождите, десятки километров водной глади, пляжи и все остальное, стоит шлагбаум. Сколько видеороликов гуляет по Фейсбуку и по Ютубу, где в пьяном состоянии, с ножами кухонными она нападает на полицейских. Понимаете? Не пуская их на территорию. Ее сын, который там, ну, это болезнь, он, ну, человек сумасшедший, неадекватный, он имеет справку. Он бросается под колеса работником полиции, работником экологической инспекции. На видеокамеру заявляют, что его наехала машина. Начинают орать. Палки в ход идут, камни, ножи. Полицейские, которые там стоят, ну, понимаете, одни просто убегают, потому что такие полицейские. Другие ждут команду высшего руководства. А высшее руководство ведет хозяйственную деятельность в незаконных территориях. И все, полиция разошлась. Экология не может починать ущерб. В Ихристюк там, допустим, роет самовольный канал на Дороглайне. Экология приехала починать ущерб. Они их не пускают. Уголовное дело, возбужденное по факту незаконной деятельности на этом канале, разрушение гидротических сооружений, мы не можем починать ущерб. Уголовное дело не может двигаться дальше. Они это прекрасно все знают. Понимали? У них есть юристы. Они знают, с кем советоваться. У них очень хорошая поддержка. Поэтому мы сегодня имеем такую ситуацию. Выход один сегодня. Отстранить ее от этой должности. Она не соответствует параметрам этой должности. Объявить конкурс, который мы ждем еще с весны. Кто выиграет, тот выиграет. Разобраться в этой документации, какие документы есть. Но я вам честно скажу, я не боюсь заявить. Я не знаю, как мои коллеги скажут. Но если нет соответствующих документов для деятельности этого парка, мы не должны стесняться принять соответствующее решение. Если у них есть ГУСАК только на 2000 гитар земли, вот этот ГУСАК может остаться. А все остальное давайте начнем сначала. И тогда я вас уверяю, если мы начнем сначала подходить эту процедуру, они больше не получат ни сантиметра земли. Пусть покажут свое КПД хотя бы на этих 2000 гитар земли. Какая их сегодня польза нашему обществу и что они там сохраняют. Ловят сегодня, а чтобы вы понимали, как это 2000 гитар земли появилось. Коса имеет 100 метров ширины. Они зашли в Лиман на метров 500 и вышли в море на метров 300. И вот так вот сделали такой прямоугольник. Он даже не полукруглый, неправильный формат. А он прямоугольник. В море ловят они сегодня осетра. Незаконно на территории это заповедник. А в Лимане ловят кефаль. Креветку, бычок и все остальное. А на пляже у них палаточный городок. В заповеднике. Ну, я думаю, тема бесконечная. В общем-то, судя по тому, как насколько дальний конфликт и сколько у него слагаемых. Поэтому спасибо большое за этот разговор. Мы со своей стороны постараемся его донести до жителей Одессины. И давайте будем держать связь, если будет сбор громады, другие какие-то заходы. Давайте, у меня есть пропозиция. Давайте мы можем сделать пресс-тур в Лиманскую громаду. Для того, чтобы каждый журналіст мог доказаться в том, что разобраться в той или иной проблеме. Потому что проблем очень много. Например, я отверто говорю, что каждый журналіст, когда он говорит или пишет, он должен изучить эту проблему. И для того, я предлагаю, если бы попросить до Лиманской громады, всех журналістов Одессины, чтобы мы в конце концов разъяснили, где правда, и если будет строиться, забудовываться пещана коса, яка, я уже неоднократно говорил, что это громадский пляж, что там не может быть будь-яка забудова. И, ну, две проблемы, которые сегодня есть в Лиманской громаде. Первое, это вылов рибы, да, что житель нашей громады, нет права. А почему он не может? Потому что он не является предпринимателем. И, второе, что у него нет выделения земельной дылянки под причал. И, конечно, он не может. А некоторые предприниматели, несколько, они могут. Хотя я впевнен, хочу заявить, что у этих предпринимателей нет выделения земельной дылянки под причал. Мисцевая людина, которая проживает много лет на этой территории, она не имеет права ловить рибу, а предприниматель – только працювать на предпринимателях. Понимаете вам, почему эта проблема? И еще одна главная проблема – это забрать пещану косу. Ее никто не отдастся. Это я вам говорю отверто. Не только особо от себя, а от жителей громады, и никто не отдастся эту территорию. Это территория была с радянских времен, цей базы отпочинка. Это территория пляжа, где люди отдыхают. Когда сегодня начались работы по благоустрою, мы начали подавать до суду и говорить, что это территория НПП. Не вы начали, они начали. Они начали. Еще раз говорю, я хочу подякувать суду за то, что поддерживал жителей нашей громады. А парк, он реально выглядит как парк, или это природа? Нет, природа, это огромная территория. Это название. Это 27 тысяч гектар. На этих 27 тысяч гектар есть... Там и лес, и озеро, и море, и все. Да, там вошла группа лиманей в Тузовске. Там очень много озеров, которые входят в группу тузовских лиманей. Это водойомы, очень соленые, и они раньше там наповнились водой с моря. Там в радянские времена было много рыбных господавств, которые действительно занимались это серьезно на государственном уровне. Чтобы вы понимали, что там вода была в берегах, где самые отдаленные точки от моря. Сегодня от обрыва до воды может быть 600 метров, километр, 2 километра, попересыхало все. Сегодня мне просто интересно, национальный парк. Я понимаю, что должен быть какой-то звезд, что было проработано за каждый год. Например, увеличилось там краснокнижник, там, тахиев, там, чи кусуль больше, чи дикого кабана. Чи там, ну, он должен развиваться, понимаете? Сьогодні у нас заповедную зону, когда они сделали зонувание, заповедную зону в центре лимана. А где есть комиш, где после Нового года уже начинают вернуться птахи, свиньи мают дикой, погулевлями, они готовятся к выводкам. У нас там косять комиш. Турбуют этих птахов, турбуют всех живых, кто приходит, хочет там поселиться и, так сказать, там уже свое потомство приводить. Там гудят трактора, тягают комиш, живут болото, продаются все дело. И это не ваші трактори? Нет, это национальный парк, понимаете? Дозвіл на эти работы надает именно национальный парк. Ну, это дико, понимаете? Загнал туда худобу пасти, ты сразу злодей с браконьертом и так далее. Это тоже местные жители говорят, а как это так? Казалось, что это национальный парк для гармонии людини и с природой, чтобы там, да, есть дылянки, где полностью мае быть тиша. Вот на Чорноморской косе, где есть 2000 гектар земли, у них там 200, 22 гектара. Да. Так, туда на территории никто не езде, не полюет, ни комиш, ни кошти. Там самі даже місцевые мисливчики, которые должны быть где-то, где полностью мае быть тиша, где там будет поголовля сбільшуватися. Так же же, это заборонили все, в центре Лимана могут сделать заповедную зону, а господарскую зону косить комиш можно. Я так уж это не понимаю. То есть, и науковая подгрунтка тоже не понимает? В них там своя какая-то науковая рада есть. Что-то они сели в 4-х, 4-х, 5-х там домовилися. Приняли внутренний свой приказ. И начинают, честно говоря, всех кошмарить, всех местных жителей, которые там проживают. Это не приезжают люди где-то из Одессы, там, из других. Это люди, которые проживают всю жизнь там жили. Село, которое в село, впираются в Лиман. Например, в село Балка, Релянка, Трихатки, Качкувата. Это люди все, которые, ну, впадают село практически в Лиман. Да, люди там рыбалили. Я ничего против него не имею. Если эта человек ловит для себя 5 кг рыбы для своей семьи, ну, это же невеликий риг. Я понимаю, если он ловит там пів тонни, тонну, занимается это промыслом, то должны быть соответствующие документы, дозволы и контроль государства, и в том числе национального парта. Но сегодня тот, кто ловит такими объемами национальный парк, я не исключаю, что он его крышует. А та людина, которая пошла для себя поймать для своей семьи, все автоматично. Браконьер, бандит, ну, такие речи, мати-перемати, кидаются с ножами. Люди просто виходят, ну, навіщо этот парк створювали? Для того, чтобы была ворожнеча между парком и людьми. Парк створен на территории Украины. Мы, украинцы, мы должны быть гармония с этим. И люди будут понимать, что это для чего это делается, для наступного поколения. А сегодня, когда есть ворожнеча, я просто собі не уявляю, как они теперь будут подписывать межи национального парка с межами с властниками земельных дилянок. Где их тысячи. Вы понимаете, что каждая людина была зацеплена этим руководством парка. То есть в районе ворожнеча. Да. То она же не подпишет никого. Для того есть пропозиция. Для того есть пропозиция, потому что, я извиняюсь, сегодня мы можем, например, как главы громады, или мой коллега, или глава районной ради, иметь интерес. А когда все журналысти поспелкуются с жителями, мы не будем собирать, например, людей. Вы просто журналысти идут, спелкуются с людьми. И когда они слышат слово НПП Тузлевские лиманы, я уверен в том, что они вам очень много расскажут, но они будут в этом бояться. Почему? Потому что, если они сегодня будут говорить, то они не подойдут даже даже до лимана. Если сегодня нужно поспать рыбу, то им подходит дозволу Тузлевских лиманов. А именно Ирина Михайловна. Сейчас красная зона, должны быть все в масках, поэтому лица можно не увидеть. Розумієте, ну, еще раз наголошу, я хотел бы запросить, будь ласка, если есть возможность, сделайте так, чтобы все журналысти Отецчини знали правду. И где она правда. Реально. Не только от Ирины Михайловны, Ивана Русева, то, что они пишут на своих личных страницах. Пишут очень хорошо, рассказывают очень много, но правда, когда вы почуете, с кем они ездят, это про то, что я уже говорил. Если еще государство оплачивает, или финансирует охрану, то, извините, меня запитывают люди, а кто это такие? Они в формах, в камуфляжах, с автоматами. Кто это такие? Можно узнать. И они мне говорят, что я, как голова, будь ласка, делайте что-то, обратитесь. Я нещодавно взбирал людей, где мы собралися только с приводу того, когда мы уже понимали, что ситуация критична, что суд, и когда позывная заявка была до судна, что мы еще остаемся без пляжа. Это вообще будет нонсенс. Поэтому, пожалуйста, мы запрошу всех журналистов Лиманского громада. Есть еще одно предложение, Василий Иванович, Валентин Анатольевич. Такое делали много раз, в каждом отдельном селе, там собирали люди и по 200, и по 300, и по 500 подписей. Потом это тоже, знаете, передавалось в областную администрацию, на этом оно все умирало. У меня есть все-таки предложение сделать более масштабный сбор подписей, совместно с Тузловской громадой, Лиманской громадой, Дивизийской громадой. Может быть, симпровизировать референдум, поставить несколько вопросов, чтобы мы понимали масштаб вот этого всего. И в референдумах, при голосовании, это же можно, это все тайное голосование, главное, чтобы люди пришли, поставили свою галочку, дать людям возможность выставить свое мнение. Это не закон про референдумы, я на том, что я думаю, что закон задекларировали, в первом чтении приняли, до сих пор не принимаем. А таких вопросов, это тот вопрос, который нужен. Это же вопрос, ну, сегодняшней жизни, это может быть и обращение просто, не обязательно референдум, но обращение, конечно. Потому что я уверен, мы подписи соберем тысячи, просто главное, чтобы потом этих людей услышали, не подставить их, потому что, куда эти подписи пойдут, кто сделал их, сирокопии, фамилии. Потом это будет просто, не будет издеваться. Еще, вы знаете, когда мы, скажем так, пишем позов до суду, и все рассказывают в том, как НПП Тузвильские лиманы, когда они заходят в суд, они заходят в суд в камуфляжах, в зеленой форме, в бордене, в сапогах, сапоги грязные, с рюбзаками, скидывают с камерами. Тобто, мы понимаем, что есть на суд, может, тиск, но жители на сходке села запропоновали, если вы нам скажете, что нужно нам ехать до суду, мы будем там. Потому что мы понимаем, что это последняя надежда, если мы остаемся без пляжа. То есть, ну, понимаем, есть вопросы, по-моему, так грунтовно все выяснили, теперь главное, чтобы мы это донесли. Спасибо вам за эту встречу, тревожная ситуация. У нас уже не тревога, но я скажу, что она сформировалась не вчера, а не позавчера, это уже летом тянется. Просто, много кому не додало, это действительно, на селе сегодня, одна из самых таких, питания, которые очень больные, и их надо решить. Потому что у людей действительно, надежда, где правоохранные органы, где местная влада, почему, каже, почему позволяет, чтобы с нами так, до нас так относились, как ими, каже, тут прожили все життя в этих селах, тут родили своих детей, дали им життя. И сегодня, ну, 70% проживают уже пенсионеры, и сегодня, и так, соби позволяют вести нахабно руководство парка с этими людьми, ну, это не по-украински. Редактор субтитров А.Семкин